Всем дизайн! Меня зовут Шелковская Наталья, я дизайнер интерьеров, а вы на канале Шелнат. По своему роду деятельности я очень часто работаю с разными планировками от разных застройщиков и в разных жилых комплексах. И в этом видео я хочу с вами поделиться идеями, которые помогут вам выбрать квартиру с грамотным планировочным решением. Первое, чего я хочу вас уберечь, это от покупки квартир, которые по форме напоминают кусочек тортика или кусочек пирога, которые одной своей стороной сужаются в точку. Например, вот такие вот квартиры. Несмотря на то, что эта планировка предоставляется покупателям у одного из моих любимых застройщиков, чей подход к строительству мне очень нравится, Вот такую планировку я простить им не могу, потому что это одна из самых неудобных планировок, которые только может быть. И покупатель в поисках какого-то нового творческого пространства приобретает на самом деле огромные проблемы. Потому что вот в данном случае здесь трехкомнатная квартира, это продается как трехкомнатная квартира, и две комнаты из этих трех будут иметь одну стену, которая шириной чуть шире, чем дверь. И в такое помещение нельзя будет поставить никакую нормальную кровать, никакую нормальную другую мебель, у которой в большинстве своем углы под 90 градусов. Нельзя будет сделать эргономичные проемы. И в общем это огромное количество ограничений, в том числе и строительных, приобретается покупателям, когда он приобретает вот такую вот интересненькую квартиру. Поэтому избегайте вот таких вот вариантов планировочных решений. Второй тип планировок, который стоит избегать, это планировочные решения с радиусными стенами и непрямыми стенами, которые не параллельны друг другу. И в таком помещении, когда у нас все вкривь, вкось и на уголок закругляется, у нас всегда будут неровные стыки, у нас всегда будут какие-то проблемы со встраиваемой мебелью. У нас всегда будет дополнительная ругань с подрядчиками, со строителями, что они сделали неаккуратно, какие-то подрезки, с мебельщиками, которые что-то неаккуратно встроили, потому что очень сложно делать непрямые углы мебельщикам. И очень много дополнительных средств вы потратите на ремонт вот в такой вот непонятной квартире. В общем, для того, чтобы экономить и для того, чтобы своей нервной системе сделать подарок, лучше приобретать квартиры с прямыми углами. Третий нюанс, который нам необходимо учитывать при выборе квартиры, это не только количество квадратных метров и их стоимость, но и количество окон. Разберем пример. Здесь 140 квадратных метров и всего три окна. И если вы проанализируете это планировочное решение, нажмете на пробел и подумаете, что еще здесь можно сделать с этим помещением, вы поймете, что плюс-минус то же самое, что есть сейчас, здесь и будет. Чуть-чуть подвигать мебель, но в целом здесь так и останется то количество комнат, которое есть сейчас, здесь так и останется большое количество темных неосвещенных подсобных помещений. Другой пример. 76 квадратных метров, уже в два раза меньше площадь, но здесь всего два окна, и обратите внимание, как эта квартира уходит в темноту, как будто это кроличья нора какая-то, кротовья нора. Здесь всего освещено лишь 20-30% от площади квартиры. Все остальное приходится делать в полумраке или в темноте. И у нас практически всегда будет на кухне искусственный свет, в гостиной искусственный свет, что, конечно же, не добавляет удобства и комфорта. Другой вариант. Это уже наш проект. Здесь те же самые 76 квадратных метров, но здесь заказчики купили эту квартиру, потому что знали, что тут 6 световых проемов, 3 окна, 3 балкончика, и это сулит им большие возможности для перепланировки. Что и случилось, когда я принялась работать над этим проектом. Здесь получилось очень удачно переместить и кухню, и комнаты, и заказчикам были предложены планировочные решения в ассортименте, потому что само пространство предполагает огромное количество возможностей для перепланировки благодаря большому количеству окон. Кстати, вы очень часто задаете мне вопрос в комментариях там или еще где-то, который звучит примерно так. Наталья, нас столько-то человек, квартира у нас в такой-то площади. Скажите, пожалуйста, влезем ли мы туда с комфортом? Удобно ли нам там будет? Впихнемся ли мы? И вы должны понять, посмотрев предыдущий пункт этого видео, что не все зависит от количества квадратных метров. Еще огромное количество нюансов, которые создают условия вашей будущей планировки. Количество окон, расположение дверного проема, сама форма помещения, квадратная, она похожа на тортик или со скошными углами. В общем, здесь очень много нюансов, которые необходимо учитывать, и просто так рассуждать о квадратных метрах нет вообще никакого смысла. У застройщика, как горячие пирожки, раскупаются квартиры, неудобные для жизни, еще и потому, что покупатели тешат себя оторванными от реальности надеждами, что они могут в эту планировку впихнуть кучу мебели, которую они рисуют карандашом на планах не в масштабе, поэтому им кажется, что у них там влезет 10 комнат в однокомнатную квартиру. Потому что они думают, что они могут смести все стены и построить новые там, где им вздумается. Ведь застройщик пропагандирует этот миф о свободной планировке, хотя на самом деле никакой дополнительной свободы, кроме самостоятельного возведения стен, у вас не прибавляется. В жилых пространствах точно так же есть. Жилые помещения, есть мокрые зоны, и их территории нельзя нарушать. Недавно риэлтор заказчика со мной поделилась, что согласно их внутренней статистике, 80% покупателей квартир делают перепланировку. Вот напишите, пожалуйста, внизу в комментариях, делали ли вы перепланировку в той или иной степени. Объединяли, например, санузлы, увеличивали пространство кухни, или как-то двигали стены, чтобы вместить гардеробную. Делали ли вы какие-то перестановки в своей квартире, особенно если вы недавно купили себе жилье? Напишите внизу в комментариях, давайте сверим эту статистику. Застройщики гордятся тем, что в их квартирах можно сделать перепланировку, но по сути гордиться здесь особенно нечем, потому что получается, что в больше чем половине случаев они не смогли угадать ваши потребности. Не смогли или не захотели? На самом деле потребности, вот даже по себе могу судить, по своим заказчикам, потребности примерно у всех очень похожи. Сейчас все хотят объединить кухню с гостиной и получить большое пространство, чтобы они, например, могли готовить и наблюдать за детьми или принимать гостей в просторном помещении, а спальни им нужны поменьше, или они готовы приобретать квартиру со спальнями поменьше, но с большой кухней. В большинстве случаев застройщики предлагают маленькие кухни и огромные спальни, и это очень неудобно, для большинства людей происходит перепланировка. Застройщики зачастую считают, что зачем вам нужно пространство под стиральную машинку, под какие-то бытовые нужды, под гардеробную, под кладовку. Вам достаточно балкона. Вы привыкли, что у вас есть балкон, как хранение для лыж, и больше это не нужно. Вы и так покупаете эти квартиры. Зачем? Зачем напрягаться и что-то еще придумывать? Застройщики в очень большом количестве предлагают планировки, где каждый день в тапочках необходимо будет разносить грязь с коврика, который находится в центре квартиры, находится по пересечении всех траекторий движения, и получается мы делаем из нашей квартиры какое-то огромное скопление грязи, потому что все это успешно разносится. Причем такие планировки встречаются не только в эконом-сегменте, даже элитные застройщики все равно иногда допускают вот такие вот оплошности и предлагают не очень удачные планировочные решения. Сейчас настали времена, когда вы формируете запрос, на которые должен отвечать рынок, а не наоборот, потому что вы голосуете за эти планировки рублем. Многие покупают эти квартиры, а многие берут ипотеку и много-много лет потом выплачивают ее. И в этом срезе покупать квартиру, которая не очень-то нравится и не слишком-то удовлетворяет ваши потребности, нет вообще никакого смысла. Недавно со мной связался региональный застройщик, который был очень заинтересован в том, чтобы сделать максимально удобные и комфортные планировки для своих будущих покупателей. Вот такой подход нам необходимо поддерживать. Вот такой должен быть у застройщиков интерес. Для этого вам необходимо на каждом углу, каждому менеджеру по продажам писать, говорить о том, что вам удобны планировки с большими кухнями, с объединенными кухнями-гостинами, о том, что вам не нравится, если у вас есть большие зоны коридоров, и вам нравится, когда планировка более продумана и рационально используют квадратные метры, когда есть места для хранения, когда есть гардеробные, когда есть постирочные. И обо всем этом вам нужно заявлять на каждом углу. И вот тогда у нас будет больше застройщиков, которые заинтересованы в том, чтобы предлагать вам удобные планировочные решения. Если вы хотите больше нюансов на эту тему, можете посмотреть мое прошлое видео и поделиться этим видео с тем, кто сейчас принимает решение о покупке квартир. На этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайк, если видео было для вас полезным. И подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. До новых встреч и всем дизайн! Субтитры подогнал «Симон»!